Осенний ураган закружил жизнь Натали Кригер. 19 ноября прошлого года, когда край накрыл мощный ветер, женщина приехала на работу. Припарковала машину, а дальше то, что вы видите на этих кадрах. В здании на партизанской 169 произошло обрушение фасада. По словам Наталии, в этот момент она находилась в машине. Я задержалась в автомобиле, как сказали потом сотрудники МЧС, что если бы вы вышли в этот момент, то вас бы накрыло. Я задержалась, не вышла, и в этот момент произошло обрушение. Выскочили сотрудники из пекарни и завели меня к себе, оказали первую помощь. У меня вся голова была в стеклышках мелких, как у ежика. То есть брызги вот эти вот стекла и камни, те как-то оказались уже за шиворот. Сильно пострадали машины. Из четырех владельцев с одним удалось договориться. Ранее владелица медицинского центра, который как раз располагается в этом здании, сообщила корреспонденту портала «Толк» о том, что остальным пострадавшим она предлагала хорошие суммы. Но опять же, по ее словам, они захотели новые машины. В итоге, одну сторону обвиняют в жадности и равнодушии, другую – в желании нажиться и купить новое авто. Мы обсудили то, что мы сделаем оценку ущерба и она, соответственно, готова выплатить. Мы успокоились. Через некоторое время Беляева сменила юриста. Нам начал звонить всем участникам другой человек и предлагать 50% от суммы ущерба, которую нам насчитали. Естественно, мы не согласились. В моем случае это было около 250 тысяч. Ваша машина, она сколько примерно стоила? На рынке 700-800 тысяч сейчас моего года стоит. Всем понятно, что и Ольга Беляева тоже в этом не виновата, но имущество ее, ее имущество повредило наше имущество. Есть вопросы и к третьей стороне застройщику, ведь по словам юристов, тот самый ураган нельзя назвать непреодолимой силой или стихийным бедствием, как цунами. Здесь, конечно, нужно выяснять вопрос, а почему здание-то было построено именно в нарушении ГОСТов, СНИПов, да, то есть это строительные нормы. Здесь не ветер, как вот указывали о том, что да, сильный ветер. Но, извините, даже если это ветер такой, такого размера, здания не должны рушиться. Собственники автомобиля, они если не получат денежную компенсацию, они останутся со своей бедой. Но если у нас компенсацию сделает собственник нежилого помещения, у нее возникнет право в регрессном порядке предъявить строительной организации. Трое пострадавших в итоге пошли на крайние меры и подали в суд. Первое заседание уже прошло, второе назначено на конец февраля. У них даже и мысли не было, что оказывается, собственник нежилого помещения, да, имеет уже регистрацию в городе Москва, а у нас в суды-то, когда предъявляются убытки, поддаются по месту нахождения ответчика. То есть она заведомо знала, что мы здесь, возникнут проблемы с подачей искового заявления, да, о взыскании убытков, так у нее прописка московская. Кто найдет правду в суде, пока непонятно. Мы будем следить за этой историей. Ирина Корчагина, Дмитрий Денисов, Андрей Печоркин. День с толком.